Галине Александровне Галине Александровна Галине Александровна Галине Александровна Галине Александровна Галине Александровна Галине Александровна Самое главное, зачем мы приехали к вам, чтобы вы поделились своим жизнелюбием, своим веселым характером, позитивом. Вот знаете, жизнь, жизнь. Вообще-то я человек очень богатый. Вижу. Богатый, и какое у меня богатство, так, пожалуй, очень немногие имеют такое богатство. Ведь мне, только сказать, 98 лет. Где такого богатого человека доедешь? Да. Кто-то гордится богатством. У меня машин две, у меня есть дача, да еще на юге, да еще в другой стране. А у меня вот маленькое гнездышко, маленькое. Вот видите, какая конурочка. А я довольна этим. Мне больше не надо. Здоровье вот только подводит, словно оправдываясь, говорит Галина Александровна. Так хочется вышивать, читать, делать то, к чему привыкла. Плохое зрение не дает заниматься любимыми делами. Опираться на одном глазу никакого эффекта не дала. На вторую операцию не решилась. Очки тоже никакие не подходят. А внукам и сегодня хочется помогать по мере сил. Чем я могу им? Я всегда помогу. А чем же вы можете сейчас? Чем могу? Советом могу. Нам тяжело, пенсионерам на то не хватает, на другое не хватает. А у молодых еще хуже. Они вот получат зарплату. Надо заплатить за квартиру, надо чего-то, чего-то. Вот надо, не хватает полторы тысячи. Нет тебе полторы тысячи. Ну на. Ну как? Мне не надо. Мне не надо. Что у меня есть? Мне достаточно. А вот посоветуйте нам, Галина Александровна, как поднимать настроение себе. Себе как настроение поднимать? Что-то, что-то какая-то, что-то, скажем, ну не ловится. Надо первым, первым долгом успокоиться и сразу решение не принимать. А вот подумайте, ага, а может я виновата, а может я виновата, где-то что-то, а может я могу чем-то советом помочь, может я могу чем-то еще помочь. То есть все-таки утро вечером мудренее. Да, так что по любому такому вопросу сразу ответ или сразу делать нельзя. Хороший совет. Мне кажется. А мы торопимся всегда. Да, да. И у меня вот бывает, о, я так сделаю. О, сделал. А не так надо было делать. Галина Александровна, а гулять-то ходите сейчас? Хожу. Ну у вас есть любимые уголки вот в Шадринске? Где вы гуляете? А сейчас я расскажу, где. Я выхожу, вот прямо по этой улице. Тут мало машин ходит, мне никто не мешает, я никому не мешаю. Дохожу до линии, другой раз чувствую, если я чувствую себя хорошо, я могу дойти до магазина до того, или до Олимпа. Обратно выхожу на улицу Михайловскую и обратно иду по улице Михайловской. Вот тут у нас магазинчик. Зайду, чего у них куплю, иду. Так что у меня, получается, прошла вот так вот квартал. И хватило. И хватило. А вот сейчас грязь распутится. А вот сейчас уж мне только говорят, не выходи, не выходи на улицу. Особенно вот лед был. Так не один раз позвонят, не выходила на улицу, но я вышла, правда, лед. Вот я вот тут постою, посижу на скамеечке, да, не выходи. Нет, не выхожу. Телефонным пользователем сделали, чтобы мне не искать. Крупные цифры такие. А вот видите, крупные цифры. И мне кого-то надо, у меня вот. А, все есть, уже заложено. Вот так. Люба, это правонечка, она, если что-нибудь, на эту кнопку нажми, долго держи, все, я тут же буду. Как здорово. Вот так. А какое время года вы любили всегда? Каждое время по-своему хорошо. Каждое время. Без зимы скучно, несмотря на то, что зима холодная бывает, морозная. Но зима есть зима. Мы привыкли, что зима, весна, лето, осень и все это. И, кажется, даже зима очень быстро. Ой, к Новому году готовимся. Вот, 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 Новый год. О, Новый год прошел. Уже Новый год прошел. То есть не смогли бы вы жить на юге, где нет зимы? Мы, у меня есть родственники, мы ездим в Краснодарский край. Там уж очень жарко. Я бы не могла весь год, вот, сейчас вот, между прочим, сегодня меня поздравили уже из Краснодара. Что весь год жарко, тепло. Вот. Там же, там тяжело жить. А здесь мне нравится, нравится, нравится. Мы знаем вашу любовь к Шадринску. Мне нравится Шадринске все такое. Ну, верно, привыкла к Шадринске. Вот так. Что вы себе пожелаете, Галина Александровна? Ой, что положилось. Я себе пожелаю. Была бы я здорова, мне надо здоровье. И если бы я еще вернула зрение, это было бы самое-самое мое большое счастье. Но этого уже не вернуть. Как бы мы хотели вам помочь? Пояс ушел. Как бы мы вам хотели сейчас помочь? Но вот вы сейчас же не смотрите ни телевизор, да? Ну, я смотрю, смотрю, немножко видно, и рассуждаю даже с ними. Он вот такой здоровяк, мужичок, артист. Волосы вот так распущенные. Он поет и прыгает, и прыгает. Я говорю, как тебе не стыдно? Такой мужик тебе на тракторе сидеть, а ты тут прыгаешь. Вот, разговариваю с телевизором. Вот такие дела. Или, скажем, какая-то другая передача идет, вот, моды там смотрят. Вот как, как, вот я опять ей говорю, вот это вот лучше платить. Все эти программы для Галины Александровны скорее отдых. Отвлечение от грустных мыслей о тяжелом прошлом. Вот и по поводу пластической операции она шутит легко и весело. Без тени озлобления на современные людские прихоти. Кругом, вон уж вся морщиня, становится, придется, чтобы тут ушили, тут ушили. Или, давай поженимся, другой раз посмотрю. Советую. Вот тебе вот, ни в коем случае не выходи из этого. Этого не надо, не бери этого. А вот это, вот это, ну это ничего. Ну, так же, как и Василиса. Ну, а что вы делаете? Одна все время. Ну, приходят, конечно, мои внучки приходят. Мы с ними решаем, какие вообще вопросы хозяйственные и свои семейные. Как иначе, они, они спрашивают меня, я им помогаю, что-то я не тот, значит. Например, вот правнучка у меня живет здесь, машину не имеет. Чего? А мне надо в город. Я опять, значит, в город. Сейчас мой Женечка приезжает, забирает меня. Ну, что, бабушка, куда? На рынок. Идем с ним на рынок. Он, я чего-то покупаю, он мне советует, он берет эти сумки, привозит обратно себя. Или, вот, несколько раз приходилось в курган ездить, только скажи. Он, жена готова, и там помогает мне. Спасибо детям. Уж очень хочется и на следующий день рождения к вам прийти, так что вы нас ждите. Ну, там, значит, еще останется один год, а там круглая дата есть. Юбилей отметил. Если это будет, конечно, мне уж теперь хочется дожить. А мне хочется отметить ваше столетие. Вот. Дожить до этого столетия. Но ведь сказать нельзя, что вот я беру, так я брала обязательство, когда мне отмечали 90 лет. Дескать, дожить, дожить, желаем до 95, до 95 дожила. Да, опять вот юбилей исправляли. Я говорю, вот и выполнила до 100. А теперь надо подумать. Опять нужно брать обязательство. А сейчас вот два года осталось до полного, круглого юбилея. На такой круглый юбилея не каждый отмечает. Ну, извините, если вы пять лет легко прожили до юбилея, то два года это ничего не стоит. Все. Вот так. Желаю вам здоровья. Желаю, чтобы вы не потеряли своего оптимизма на пути к столетию ни капельки. И всегда, чтобы на вашем лице была вот такая улыбка, как сейчас, Галина Санна. Ой, ой.